И сейчас выпускают вещи тройного назначения. Их можно использовать на военке, на гражданке, а еще их можно петь. Ветеран физтех-песни Андрей Брызгалов. У Академика Зельдовича есть сын, физтех. И вчера я отвез Леню к Косте Наумочкину, это автор шутки «Партия, дай порулить», если помните. Партия, дай порулить! Не от сновизма и не от скуки. Сегодня в бизнес убежала полнауки. Членкор и МНС считают НДС. У них к ним... Директор технопарка, да? Нет. Мы его придумали. А вот, ну, в смысле? В России есть единственный технопарк, потому что в Новосибирске его придумали мы. А вы находитесь в Академгородке, да? Не имея юридически к нему никакого отношения. Я туда до Академгородка еще не доехал. А вы знаете основных деятелей технопарка вообще в Москве и так далее и тому подобное? В Москве нет технопарков. Есть организации с такими названиями. На заборе можно писать «Мир, труд и май». Там от этого не возникнет ни мира, ни труда, ни мая. Вы сейчас Капицу вспоминали, в МПТИ закончили, да? Тоже у него учились, да, Сергей Петрович Капицы? Зархиектор общей физики. Он ни лица не читал. Ну, понятно. Вот Владислав тогда уже даже ему сдавал. Я знаю, что технопарки, они как-то работают, там какие-то помещения сдают и все такое. Но я бы хотел там и среду какую-то определенную создавать. Подождите. Если у вас есть вопрос, что такое технопарк с моей точки, я готов ответить. Вот с этого и начнем, Александр Владимирович. Большое вам спасибо за затравку для разговора. Итак, в Новосибирске создан идеальный технопарк. Тема номер один нашего интервью. Рассказывайте все, от начала затеи до продолжения затеи, цели, задачи, достижения. То есть парадный портрет. Ну, во-первых, он далеко не идеальный, то есть и близко у нас технопарк. Но, на мой взгляд, это лучшее из того, что есть. В каком смысле слова? Что называется, какую задачу люди решают? Мы решали задачу создания инфраструктуры. Для создания, извините за того, так сказать, нового в части приборостроения. Приборостроение – это такая деятельность, которая, как бы, грубо говоря, так, если измерять сложность деятельности в отношении количества участвующих к количеству субподрядчиков, то приборостроение – это самая сложная деятельность, которой человечество занимается. Ну, например, у банка 5 субподрядчиков и 300 сотрудников или 200. У столетейного завода 5 тысяч сотрудников и, условно, там 500 субподрядчиков. А в предустоительной компании размером 100 человек может быть там полторы тысячи субподрядчиков. А каждый раз, когда автомобиль не ездит ни без двигателя, ни без корпуса, ни без замка зажигания, мы думаем, что все надо. В этом смысле приборостроение – это деятельность, которая требует наличия развитой логистики и большого ассортимента производимого, большого количества компетенций. Средоточник в небольшом коллективе. То есть делать прибор с 10 тысяч сотрудников непонятно как-то. И вот так нам повезло, что мы занимаемся телебростроением в Новосибирском академгородке. И где-то на рубеже двухтысячных годов мы случайно, в общем, если честно говорить, наткнулись на тему востребованную и столкнулись с проблемами русского. В каком смысле слова? Заказ по будору в ванной – то больше, то меньше, то меньше, то меньше, то меньше, то меньше, то меньше. А традиции отечественного хозяйства у них состоят в том, чтобы все было мое. То есть у них, скажем так, экономика услуг. То есть вот есть Мерседес, а есть БМВ. У них есть подвеска, а в подвеске есть какие-то более-менее однотипные элементы. Но они разные, конструктивные. Вот тут эту подвеску нужно разрабатывать и производить. А ты должен производить элементы трансмиссии, ну и так далее. Автомобильное производство – это производство сборочное и скомплектующих. И количество комплектующих безумно. И вот когда АвтоВАЗ стартовал, то на заводе производилось все, там только руда не добывалось. То есть, соответственно, заводы-то были там десятки тысяч человек. А сборочный завод – это две тысячи человек. А современный сборочный завод – это пятьсот человек. А субпотребчиков при этом могут казаться тысячи. Только вот традиции из предыдущего технологического уклада таковы, что все бы хорошо делать с новым. А эффективность – это когда каждый делает то, чтобы иметь лучше сил. Ну, скажем, условно, на любом из заводов объединенных строительных корпораций, там 10 заводов. И, соответственно, у каждого завода, там, не знаю, пять цехов механических. Ну, это, я думаю, минимум. Ну, и, соответственно, 40% гитарей и самолетов производится на этом заводе. А на заводе «Боинг» нет станков. Это сборочный завод. А авионику, там, шасси, там, не знаю. Это все делают какие-то другие предприятия. Потом все собирается куча. А когда вы делаете что-то новое, то проблема первого экземпляра, грубо говоря. Получается так, что для того, чтобы сделать первый экземпляр, мне нужно иметь 300 субподрядчиков. Но я 300 субподрядчиков не интересен субподрядчикам, потому что мне нужен один экземпляр. А будет у меня 100 экземпляров, 1000 экземпляров, 10 экземпляров, не знает никто. Как же мне сделать один прибор? В рамках советской экономики можно было сделать прибор, только если ты работаешь в соответствующем специализированном институте. А если ты не родишь в соответствующем специализированном институте, то непонятно, куда пойти выточить гайку. Буквально. Потому что завод за гайку не возьмется, она ему не интересна. А мастерские институты для тех, кто работает в институте. То есть все станки себе покупать шоу или как быть-то. Это одна из причин невысокой эффективности институтов развития. У них как бы проектное мышление, но не создавая инфраструктуры, получается, что каждый проект применяется полной инфраструктурой. Но сказать, что не поворот уже дорогим и, соответственно, длинным риском. И вот мы, насколько мне известно, в первый раз в России реализовали традиционную для мира концепцию. То есть вот есть супермаркет, это место для продажи вторософтных товаров. Мы ходим в супермаркете из-за того, что там комплексно. Понятно. Там ассортимент может 10 тысяч позиций там, не знаю. А если мы, значит, покупаем с окошки жене, то мы идем в бутик, где продается не просто только обувь, но еще обувь определенную фирму. И вот идея была такая, чтобы сделать совокупность технологических бутиков. То есть вот эти бутики, они либо вообще автономны, либо в составе неких молов. То есть дом принадлежит кому-то, а вот отдельные предприятия и отдельные магазинчики, они все абсолютно самостоятельны. Они просто арендуют в одном и том же месте. Логика понятна. В это место приходят люди и за тем, и за этим, и за этим, но это не супермаркет. Это совокупность небольших с небольшим ассортиментом таких мест, которые выживают потому, что то, что они делают, это очень качественно. Это ремесленничество? Нет. Это, например, это продажи, это не изготовление. Я говорю сейчас о молах, гласите. Мы решили сделать технологический новый, когда в магазинах продаются не товары, а услуги. Ну то есть вот, в примере, с Мерседесом, с BMW, какое-то малое предприятие делает какие-то элементы подвески Мерседеса. И скорее всего, с таких BMW тоже. Но кроме Мерседеса и BMW, они никому не нужны. В этом смысле, это не товар для рынка. Я произвел и пошел продавать. Это скорее на услугу похоже. Ну как парикмахерская. Нельзя подстричь, что-то и на полку положить, а потом продавать результаты подстрички. Конкретный инспирент приходит и устригут. Так и здесь. Мерседес приходит и ему делают конкретные штучки. А BMW приходит и ему делают другие конкретные штучки. В этом смысле, в Советском Союзе, в России, экономика товаров, условно скажем, на Западе, хотя это так и в Японии. И в Корее, и в Южной, и в Австралии, и во всей Европе, и во Восточной Азии. Это экономика услуг. Это приводит к большому количеству малых предприятий. Малые предприятия – это уже статализированные гибкие штучки. Всякие бывают. Ну, в среднем. А развитие технологий таково. Ну, то есть, как бы, технологии становятся все менее человекозависимыми. В этом смысле делается на таком-таки гигантском заводе. Или просто от 300. Станка. Предварительность трех станков, понятно, выше. Ну, потому что на заводе есть обременение в виде всякой логистики, там, какие-то огромные склады, куда что-то нужно мазить. А здесь все бам-бам-бам-бам. Поэтому малые предприятия, эффективные, являются поставщиками услуг для брендов. Ну, скажем так, да. Так устроена мировая экономика. Наша устроена по-другому. Ну, соответственно, намарившись с покупкой собственных станков и с попыткой обращаться на заводы, мы пришли к поводу, что нужно что-то такое, куда любой человек пришел, и мы вытащили одну гайку. Ну, ремесло, да? Ну, почему ремесло? Ну, что-то увертится в голове, что ремесленничество – это есть вот что-то штучное для какого-то ограничения. Ну, что тут, скорее, на уровень НИИ нужно переходить. Давайте так. Ремесленничество – это, на мой взгляд, это никогда не является услугой. Это создание конечного изделия под конечного потребителя. То есть ремесленник, делающий гайки с раненым. Ремесленник, делающий трактора, понятен. Вот. И в этом смысле ремесленничество – это как бы опять миниатюрная попытка, но собрать еще к себе. То есть ремесленник, он и кует, и что-то красит, и что-то там на ручки набирает там. И так, ну, наверное, эффективно, я не знаю, создавать предметы искусства, например. А вещи как бы ответственные, назовем их так. Они все-таки нуждаются в воспитании, в огромном количестве технологий. И ремесленник, у которого 300 технологий под ружьем, это что за ремесленник такой? У него и гальваника, и термичка, и механика, и там какая-нибудь намотка, и пайка, и бог знает что. И вот мир пошел по такому пути. Вот этот паяет, ну хорошо. Вот этот, это очень, ну хорошо. Скажут, в Англии есть фирма, которая занимается термической обработкой. У нее 180 филиалов по миру. Каждый такой филиал только занимается термической обработкой металлой больше ничем. В России таких термических 5. Вот таких, которые занимаются только термической. А когда это подразделение завода, то на заказчика ложатся его накладные. Если не по деньгам, то по крайней мере по логистике. Скольких он должен обойти, потому что термическим чем сделали вообще? И мы сделали вот эти технологические бутики. Мы их придумали. Мы придумали концепты. Мы придумали, что если государство хочет помочь процессу, то вопрос, в каком доме происходят инновации, он, конечно, есть, но, наверное, седьмой или девятый. И вот когда вы говорите о том, что в Москве есть технопарки, то дома есть, и выиски на них есть. Там нюансы какие еще? Что попытки создать инфраструктуру, они вырождаются в попытке создать опытный завод. А опытные заводы все умерли. Именно потому, что вот такой зоопарк технологии невозможно загрузить одним заказом. Если вот эта технология работает на своих заказах, у нее 50 заказов. Вот эта технология на своих заказах, у нее 30 заказов. Эта технология на свои заказы, у нее 100 заказов. Часть заказов, да, действительно, путешествует по нескольким технологиям. Но меньшинство, большая часть пришел, тебе покрасили, ты ушел. И вот от этого эта структура эффективна, это вопрос управления. Это очень по-дилетантски считать, что продавец это неправильно, поэтому пусть их будет как можно меньше, поэтому пусть будет огромный завод и отдел продаж там 10 человек. А бывает эффективно, когда в малом предприятии работает 20 человек, и из них трогают продавцы. Ну, не все так просто. Вот, и мы сделали, придумали концепт, и государство нам помогло. То есть оно нам помогло, с одной стороны, в лице Министерства экономического развития, которое написало, ну, как действуют чиновники, они придумывают никакую сущность без деталей. Если потом те, кому это надо, наполнят это деталями, ну и слава богу. А если наполнят деталями, ну, значит, оно забудется и будет чем-то другое. Ну, вот этих форм уже было очень много, там были там особые динамические зоны, там, это все куда-то делать. Ну, как бы они как бы есть, ну, как бы, как бы, не идея даже, на идею-то не тянет. Лозунг исчерпал себя, будучи сколько-то раз материализованным в каком-то качестве. А представить себе, что какой-то мужик с морозом пришел, там, в совет министров и сказал, давайте сделать их на парк, ну, во-первых, вот вода не пустят, во-вторых, вот никто не будет слушать. Ну, и так далее. Поэтому это как бы так вот, удачное столкновение, инициативы сверху и потребности снизу. Вот так получилось. Ну, и, соответственно, новосибирская власть нас подтверждала, была использована программа, вот, в Министерстве экономического развития, она называлась, по-моему, центр прототипирования, или даже коллективный центр. Центр коллективного пользования. Абсолютно бессмысленно термином, как термином. То есть это что, надо понимать, что любой человек, который пришел, выпускает станку поточечное. Что значит сам фритургирование продают? Это магазин по продаже услуг. Ну, фразеология чиновников, она же стоит на низком качестве обучения в средней школе. То есть человек хорошо учился в школе, все, он что-то чиновник. Ну, что-то, ну, что-то привез, что-то делает. А тут как бы человек не очень... Ну, к тому же, сама выразиться хочет. Ну, все хотят. Все хотят быть нужны. Это нормально. Но средства разные. Это я так думаю. Ну, короче, придумали мы эту штуку, государство купило станки, которые мы написали какие. И сдало в аренду, очень дешево. То есть в вашем городе в аренду в дешево устают дома. Но в доме можно сделать, например, публичный дом. А из станка нельзя сделать публичный дом. Станок может только точить. То есть взять в аренду станок и ничего с ним делать невозможно. То есть это гарантированное правильное употребление. Но сушить на токарном станке белье, это как-то очень странно. Токарный станок, что не токарный. А фрезерный тут фрезеровый. И в этом смысле это в значительной степени защита от обвинений в целом использовании средств. Станок это станок. Приходит там представитель государства. Им что-то не нравится. Загорайте станок. Взять представитель государства и забирается. Куда оно? Это устойчивая стенка, пережившая там. Сейчас четвертый губернатор, ничего не меняется. Но поскольку это мало кто делает, все эти виталия загружены в три смены. Две с половиной. А почему мало кто делает? Понимаете там как получается? Государство этично. Просить купить станки, ну раз оно строит дома и сдает в аренду, ну кажется, станок или дом, да? Ну понятно, что станок больше имеет отношение к новым, чем дом. Ну так, интуитивно. Но брать у государства деньги нельзя. Если вы берете государство деньги и кому-то платите зарплату, значит вы ввод. Ну такова природина. Поэтому зарплату платили мы. Продолжение, а даже в случае госзаказа? Нет. Какой госзаказ? Ну госзаказ, государство у вас выступает в роли заказчика. Сделайте на ваших станках какие-то, какие-то изделия или что-то, не понимаю. Нет. Давайте договоримся, государство это не человек. Государство это много-много-много всякого разного. И Минэкономразвитие, и вот эта его программа развития, и скажем Министерство обороны, или там ФСБ, или там МЧС, которые заказывают себе конкретные железки, они это, ну просто, это разные вещи совсем. Здесь речь была о том, чтобы просто ставить в аренду, дешевую в аренду, качественные станки. И все. Более внятно участвовать в процессе синтеза нового. Ну новое это то, чего нет, да? И тот, кто понимает, чего нет, что он в государстве-то делает. Чтобы разобраться в том, чего нет, нужно вот этим заниматься. Да? А в том, что было из-за карьеры, я про то, что новое приносят, и говорят, надо или нет. Иногда приносят на рынок. Это айфон. Они сделали айфон, не советуюсь ни с кем. Они просто сделали, пришли на рынок, и народ сказал, ну да, типа, классно. А если это новый истребитель, то в качестве того, кого приходит к государству, говорят, тебе нужен вот новый истребитель. Государство, представленное военными, иногда говорит, нам нужен вот такой истребитель. Так бывает чаще, да? Но в каком смысле новация, новация мрозит. Когда вы строите 539-й самолет, это очень сложная штука, но вы уже строили 538-й. А когда вы строите первый самолет, пойти-то нет к кому, и никакого заказчика у вас нет. Ну откуда? Это первый самолет. Причем государство. Оно, как положено в большой системе, среагирует на 15-м шаге. Когда уже самолеты летают, и понадобятся правила, ограничивающие движения, чтобы не было сновидений, вот тогда понятно, зачем государство. Или когда вы на самолет пулемет поставите, понятно, зачем государство. А пока это самолет братьев район, какое государство. А новое, на мой взгляд, новое, это вот, которое, его нету, другой вопрос, что вы или угадали чью-то проблему, и ваше действие как-то там ее решает. Или вы просто сделали какую-то штуку, пришли, позвали домохозяек и сказали, вот, бурить и не бурить. В общем, сделали, придумали инфраструктуру, сделал ее, воплотил ее на деньги государство коллектив технопарка. Технопарк, это акционерное общество открытого типа 100% участия в новосибирской администрации областной. Это бутик, мол, в котором представлено, ну, наверное, штук 20 предприятий на сегодня. И штук, наверное, 300-400 технологий. И, соответственно, вот эти инноваторы, они вьются вокруг этой инфраструктуры, чтобы сделать свое первое. Вот в этом была затея. У нас побывал, оба президента, которые у нас были за весь период, вот этот, они у нас побывали. Ну, вот субъективно мне показалось, что им понравилось. Ну, как бы, ну, понравилось. Ну, это довольно такое модное было место, то есть там перебывали все просто. И после этого, ну, мы как один из, не знаю, тысячи пользователей инфраструктуры технопарка, ну, пользователи, пользуют. То есть мы могли бы сделать это себе, но, во-первых, у нас не получается вот такой ассортимент, много денег надо. Во-вторых, как мы его загрузили? Ну, как? То есть, ну, кем надо быть, чтобы загрузить там 300 технологий? Шик. Поэтому мы, как бы, ну, влили мозги, эмоции, деньги. Стартовый импульс. Ну, оформленный, да, в предприятия, доведенные до состояния рентабельности, когда денег вкладывать уже не надо. Это инфраструктурные предприятия технологические, которые выполняют технологические операции, оказывая услуги заказчикам. И они не спрашивают, заказчик, ты кто, ты инноватор или нет. Потому что если спрашивать, то это основа коробки. Есть просто такой факт, что если человеку нужна одна деталь, то поводов только два. Это или что-то новое, или вот. Вот третьего повода я не предыдущий. Понимаете? Ограничание штука очень обоюдоостро. Надо очень тщательно подумать, перед тем, как что-нибудь запрещить. Поэтому ничего не запрещено. Магазины, туда приходят люди, покупают услуги. Это на то, что это инфризирует. Ну, это прекрасно. Это мир. Мир устроен вот так сейчас. Если можно, Андрей Андреевич, география ваших предприятий технопарка и вот, собственно, самые запоминающиеся клиенты. То есть самые запоминающиеся гайки, самые запоминающиеся железки, которые нужно было покрасить или прогальванировать. Обратите внимание, эти предприятия мы создавали в том смысле, что мы определяли технологические возможности, писали список оборудования, но покупало и государство. Мы набирали первичный персонал, это 3-4 человека. Ну, скажем так, главный технолог. Ну, у такого предприятия вообще, может, кажется, один технолог. Что мы сделали еще, пожалуй, существенного? Мы построили производственную логистику внутри этих предприятий так, что стало выгодно производство одной гайки. Ну, это не нулевое достижение. Это не всем экономистам дано. Ну, и подмитрия вообще-то не про это. Я же про организацию процесса. Ну, не всем нагаджерам дано. Понимаете, вы так формулируете, что мне хочется спорить. Спорьте? А то оно и интервью, Андрей Андреевич. Андрей Андреевич, давайте совсем коротко. Ваш биографизм, родной город, как вы попали на физтех, как вы провели время на физтехе, с некой степенью подробностей. Как у вас получилось учреждение ансамбля под названием Гуни-М, ваша причастность ко всякого рода творческим структурам физтеха типа театра миниатюры аэрофизиков под названием «Тьма». Я был в Иркутске в 58-м году, в возрасте полутора лет был достойным самолетом в Калининград. Батя был штурман, матушка учительница. Батя уже нет. Матушка регулярно приезжает в Новосибирск. Она у меня дважды защитилась, профессор гуманитарий, чистый. Батя ходил комиссаром, первым помощником капитана, так это тогда называлось, на судне под названием «Академик Курчатов». Он называл флагман советской науки, который демонстрировал свои белые борта в 80 планшетах мира. Это первый советский пароход, который пришел в Монако, первый пароход советский, который попал на берег сломой кости, ну и так далее. И половина экипажа это была наука, в основном московская, частично как и питерская. И, соответственно, был очень дружный экипаж. То есть с наукой этот экипаж дружил, наука менялась, экипаж тоже менялся, он реже. Но это были молодые, веселые, компетентные, оптимистичные, замечательные люди. Поскольку я к бате ходил на пароход все время, то я тоже там типа не учил. Мне хотелось так же жить. А где-то в пятом классе мне попалась книжка, что-то про ракеты. Я, кстати, сейчас таких книжек не вижу, были очень хорошие книжки детские. Про атомную физику, про электронику, про ракеты, много про чем. И я эти книжки читал. И потом начал притворять жизнь прочитанное. Соответственно, Калининград это был такой на тот момент самый... Я не знаю, как в Сталинграде, это было в Волгограде. Когда наши взяли Кенигсберг, там были чудовищные бои и бесконечное количество оружия. Оно было везде. И там к девяти годам я стрелял из всего, что было на Советско-Гиманском фронте. Из фауст-патронов они стрелывали. Из всех видов стрелкового оружия я был такой не один. Это была преемственность. То есть там 12-летние водили стрелять, 9-летние, 9-летние, 5-летние. Но на таких специализированных стрельбищах, да? Стрельбища мы устраивали там, где нас могли не поймать за развинчиванием головки 110-20-звукового снаряда. В Калининграде была такая штука, она называлась развалки. Немцы очень сильно выкрепили город. И взломанное это все было артиллерией. И просто в чистом поле, вот так вот развороченные плиты железобетонные. Ну просто такие фантасмагорические, в общем, места. Кенигсберг жил чуть ли не миллион человек. А в послевоенном Калининграде там 200 тысяч. Осталось два целых дома. Целых это значит всего и шопа не было. Всех остальных не было перекрытий, стены. И потом город отстраивался, прихорашивался. Но оружие никуда не делось. Его невозможно было собрать. Оно было везде. В полях, да? В полях, под домами, под дорогами, в подвалах. Кенигсберг окружен центр. Был окружен кольцом фортов. Форты средневековые. И там всегда есть рвы. И вот в этих рвах ящики с автоматами. Переделы пергаментом проложенные. Ну если это немецкие ящики. Ну в общем. Ну и соответственно, начитавшись книжек про ракету, поняв, что на свете бывают черный порох, баллиститный пороха, смесивые пороха. Я баллиститный порох я делал не мог, а смесивые мог. Хлорат аммония я синтезировал. Это основное кислительность электрогатурных ракетчиков. То перешел к жесткостным попыткам. Это была серия взрывов. Мы говорили, никто не пострадал. Ну как-то взрослые смотрели на это спокойно. То есть экспериментальная физика, физика взрывчатых веществ. Экспериментальная техника. Как детали. Физика была до того, и я вот этого момента узнал очень лучше, чем сейчас. Но взять там патрон 12-го калибра, папковый, без капсуля. Наполнить каким-то составом, типа черного пороха или что-нибудь покруче. Поджечь. Ну, обеспечить стартовую поверхность горения заряда. То есть просверлить коническим сверлом через задницу. Чтобы на старте много газа выделялось. Ну, чтобы аэродинамическая стабилизация ракеты наступала сразу. Как только с направляющей сходить. Потом я стал закладывать в головки этих ракеток маленьких. То, что мы выковыривали из реликонов. То есть толк, как известно, плавится. Вывенти взрыватели носовые и донные. Мы выплавляли толк формы стамеской на трудах. Обтачивали головки. В свое время резьбу двинчевали донные взрыватели. Пушки швейцарские. И прокладывали стабилизации двигателя к головке. Ну, это нитка, которая вымочена в декстрине, в котором много пороха. Такой бифордовый шнур без оболочки. Эти мои ракеты успешно летали, взрывались. Мне страшно прогрелось. А у вас целая команда была, да? Одиномышин. Нет, у нас был классный двор. Там были разные ребята, интересные. Мне кажется, что большая часть из них сидит. Не то, что они были какими-то жуткими хулиганами. Просто мои папа с мамой меня там в дом пионеров. А как-то не задумывались родители. Просто черная работа с утра до ночи. Некогда. Дети предоставлены сами себе. Это какие годы? Какой год рождения вы? 58-го. Это конец 60-х, начало 70-е. Дом пионеров это была просто песня. Он был не один. Там были всякие кружки. Там было бесконечное количество детей. Но всех детей эта штука охватить не могла. Это все-таки нужно другой уровень финансирования. Потом я стал заниматься в смысле в этом кружке ракетного моделирования. Больших успехов не достиг. Но в основе чемпионата по ракетному моделизму выиграл. Ну в смысле выиграл. Моя ракета ушла дальше всех. На ней была как раз вот та самая боевая часть. В верхней точке она шарах. Это производит не злодимое впечатление. Ну жюри меня детулисты. Я решил, что это как бы да. И стал батю допрашивать насчет физтеха. Он меня знакомил с наукой, как ее тогда называли, часть экипажа Курчатова. А на Курчатове, кстати, бывали. Было время, когда там были метеорологические ракеты. Это было классно. Я стал читать книжки там, всякая идея. И поступил на физтех, намереваясь заниматься ракетой. А на третьем курсе, на втором курсе, когда мы сидели в читалке и готовились к экзамену по дефолам, официальное уравнение, по шесть часов утра солнце светит. Заходит мужик с Байконура. На физтехе никакой дедовщины отрадясь не было. Но студенты предыдущих курсов боготворили студентов в последующем. Потому что в последующем всегда помогали всем. Советами, деньгами, одеждой. Да. Не было такого, чтобы тебе кто-то отказал советы. Чтобы кто-то убежал от разговора. То есть помоги мне с тем-то, с тем-то, с тем-то. И это всегда ценилось. Мне давали такие консультации, и я сам такие консультации давал. Младший пустикал. Не идеализировал в абсолютных терминах. Но по моему глубокому убеждению, это был лучший гуссмир. Просто лучший гуссмир. Такие композиции. Непонятно. То есть любой физтех мог сдавать экзамен, в смысле диплом писать в английском, если хотел. Языков, как известно, было, по крайней мере, два. Правда, второй язык изучали спустя рукава. Но варианты были. Кто хотел, пожалуйста, французский, немецкий, японский. Я учил французский, как второй. И запомнил только слово «рефрежераттер». Больше ничего. Но французский, притворец, обережь, симпатичный, вежливый и правильный. А потом пришел этот мужик. Казал, что космический пуск – это приведенное сожжение 400 тонн керосина. Я что прикинул, ну действительно, куда дальше. В чем нужно выжать из химического топлива? Ну, максимум кислород, водород. Все. А вообще-то из других видов энергии как-то удельную тягу можно поднять кардинально выше. Ну и, короче, поменял кафедру. И занимался биомоистикой сильноточным электронным пучком. Кстати, потенциально, на мой взгляд, не электронный, конечно, пучок, а пучок нейтрального водорода, то есть пучковое оружие. Пучок нейтрального водорода разогнанный до, там, около световой скорости. Это единственное средство потенциальной борьбы с нетеоритом. Потенциально больше ничего в жизни нельзя. А вот если таким пучком светить в торец, в форме нетеорит, а кроме торца ничего не видно, он же далеко, вот его торец, обращенный к сторону излучателя энергии, становится реактивным двигателем. Ну, потому что испаряется вещество. Возникает реактивная тягула, направленная, как бы, супротив траектории. Еще раз, как называется эта технология? Пучковое оружие. Пучковое? Пучковое оружие не получится. Вариацию на тему «Звездных войн» там что-то подобное было в кадре. Нет. Ну, так это уже существует? Слушайте, Андрей Ильич, добейте, пожалуйста, вашу мысль. Мы начали вас перебивать. Да как-то ее мысль тут назвать труднее. Так, еще раз. Пучковое оружие светит в метеоритет. Оружие появилось как диагностическое средство для обнаружения ядерных фугасов на орбите. Смысл был простой. Если пучок водорода бьет в боеголовку, ну, и в боеголовку, а что там летает, тогда была концепция глобальных ракет. То есть, боеголовка летает по орбите, в нужный момент получает команду и летит в цель. Концепция не состоялась как вид вооружения. Но была очень увлекательна и для наших, и для американцев. Поэтому все про это говорили, что-то, наверное, экспериментировали. И вот задача инспекции такой боеголовки там есть, уделяющейся веществом, например, всего урана или плутония, или нет. То есть, с этим пучком туда засадите, там что-то есть, оттуда вылетает характеристическое излучение. То есть, посвятив таким пучком на боеголовку, можно понять, есть ли это боеголовка или просто, собственно, а потом выяснилось, что можно добиться высокой толстности и мощности. И вот этот водородный пучок, он, ну, это десятки киловатт на квадратный миллиметр. Ну, то есть, это танк можно разрезать. Ну, и потенциально с орбитой Луны можно убить любого человека, находящегося на земной поверхности, в полушарии обращенном куне. Вообще, наверное, со скоростью света. Ну, почти. То есть, это абсолютное оружие. Соответственно, оно исключает мировые войны. Ну, просто как? Как? Непонятно. Ну, для этого государства должны перестать заниматься херней, а договориться. А сейчас не кажется, что они в близкой перспективе договорятся. А дальше, если представить, что пучок очень мощный, то потенциально можно влетящий на тебя метеорит светить вот таким образом. Ну, как оценку скажу, мощность – это порядка 100 тысяч квадратных километров в Солнечной бутыре. То есть, это задача для мировой экономики, а не для страны. Вот тогда, если вот в метеоритусе его светить, светить не с Земли, потому что у меня вращается, это неудобно, так где-то на одной орбите Луны размещать, где-то там. Ну, выцеливать, что опасно, то, что может в Землю попасть. И чтобы в него светить, то он снижает скорость и проходит ближе к Солнцу, чем собирался. Ну, то есть, проходит мимо Земли. И уже не вернется, потому что, как известно, они летают по эротическим обидам. Ну, может, через миллионы лет, не знаю, недлинные периоды. Всякие кометы, метеориты, никакого другого способа. А начать я бы начал с убийства космических Солнцев. Разговоров много, 8 тысяч тонн летает. Первые случаи попадания разрушенных спутников в неразрушенном уже есть. А с появлением кубсатов, но они единичны пока. Ну, кубсат — это стандарт, как бы, 10 на 10 на 10 сантиметров, это как бы спутник. Ну, и можно из них совать там какой-то другой спутник. Это по силам студентам, притом там не 8 тысяч тонн, а 80. И вот тогда мы подзросли. Когда начнут разваливаться спутники связи, спутники наблюдения, просто из столкновения. Ну, вы понимаете, что все орбиты, ну, все зависит от того, где ты запустил, с какой скоростью, с какого направления. То есть это такая круговертика. То есть это не одна орбита, по которой все летают, это много орбит, в том числе сходящихся на каких-то точках. Ну, и по мере роста количество поводов будет расти количество случаев. Потому что все это убрать, самое естественное, используя как раз прототип пучкового оружия. Но для этого нужно договориться. то есть это деятельность не страны, хотя спутники можно просто собрать одну страну. А вот метеориты, а метеориты это серьезно. Мы забыли о классовых различиях, о расовых различиях. Мы обо всем забудем. Если у тебя нет вопроса, мы будем вообще или нет. Ну, последнее прилетевшее чудо, как известно, грохнуло все динозавры и сократило количество видов, чудо не в сто раз. Ну, если бы с нами такое случилось, нас бы не было. Мы очень-то шепот. Такой метеорит теоретически возможно остановить? Конечно. И остановить нельзя. Ну, да, я помню. Ну, в смысле, теоретически можно и остановить, но это уж совсем за пределом. А надо-то немного. Изменить, да? Кто говорил, об этом речь? 30 км в секунду, а ему надо изменить скорость на 100 метров в секунду. Это огромные затраты энергии. И это долго. Это не секунда, это надо эвфицировать. Где-то трое суток, который будет с момента обнаружения до нас лететь. Ну, условно, километр, там на 100 миллионов километрах. А это прожигает атмосферу, да? Или как? Это прожигает атмосферу, но зачем? В атмосфере это... Вы на Земле, а Земля вращается. Как вы будете выцеливать метеорит, если вы вращаетесь? Вам нужно это вынести туда, где вы смотрите на него всегда. Это явно космос. А такой пучок, конечно, пробивает. Ну, молния же пробивает атмосферу. Так это не серьезно, это всего лишь электроны. То есть, а здесь это протоны. Конечно, он быстро образует канал, но это бессмысленно. И на Луне это стоять нельзя, она тоже вращается. Это надо вешать где-то. Чтобы штука все время ориентировалась на цель. Ну, а если говорить о земной проблеме, то это просто стартостат, на котором на 40 километров поднимается небольшой ускоритель, питается с земли по тонкому-тонкому скрытому коробку. И стреляет все, что власть и сберет. Все это теряет скорость, и стреляет в атмосфере еще. То есть, 80 тысяч тонн сжечь в атмосфере, фу, потому что этих метеоритов сгорает в атмосфере какие-то миллионы тонн за год. Вот. Стрясающе. Значит, соответственно, спасибо, но я тут ничего. это не надо. Над Москвой встает зеленый восход. По мосту идет оранжевый код, и латушнику метро продает апельсины цвета беж. Над Москвой встает зеленый восход. По мосту идет оранжевый код, и латушнику метро продает апельсины цвета беж. Итак, в один прекрасный момент вы знакомитесь, насколько я понимаю, с Андреем Козненко, с Игорем Евгеньевичем Кузнецовым, с Юрой Андреевым. Было так. У нас Гоня ушел, Кузнецов, Игорь, ушел в академ. Это, кстати, была очень симпатичная история. Учился такой парень, Костя Пуставов, говорит, яркий парень, сейчас он доктор на Урале. С Вистеховой, естественно, вышел. На Вистехе в академ тогда уходили через одного врача, это был психиатр. Проходили со словами, голова болит, учиться не могу, но приходит один, рассказывает о том, как ему плохо жить, и говорит, что он до 4 утра разговаривает с Костовой, не умеряет давление, все, да, действительно, академ. Второй, третий, четвертый, заходит пятый, говорит, я просто новый. Без разговоров. И вот Гоня вот под это все очень хорошо жил и ушел в академ. А пришел на курс, ну, позже того, на который поступил, это вот как раз наш курс на ФОК. И, ну, он был очень заметной фигурой, у него был выдающийся голос, ну, это, это он диапазоном, с чудесным тембром, он его прекрасно владел, и он вообще бесконечно способен человек. То есть, он слышал мелодию, так закрывал глаза, и так, поглядывая, выписывал четыре вокальных партии. Вот так просто. Ножные грамоты я не знал, но дело-то не хитрое. Вот и придумать его было дело хитрое, а понять, что это такое. Вот, и собрались голосистые мужики. Начали в романтиках, это был клуб фокеи. Орать там, как коты мартовские по ночам, по вечерам. А была фестиваль песни, она же подожгла фестиваль песни. Мы все очень хотели, мы все песни, мы пели все это, фестиваль песни. Ну, какие песни сами стали придумывать. Ну, и фактически мы пели джаз, как я понимаю. Ближе всего, но Гонни делал джаз из всего. Вообще, он все делал из всего. То есть, из любой мелодии он мог сделать любой стиль. Ну, это были гитары так себе, если честно. Ну, так, как-то. Вот. А единственным коллекционным гитаристом был как раз Андрюша Конденкова, которым познакомились мы можем, был с Футмо. Я, по-моему, тоже здоровый был. Кажется. Он получил критическую секаль. И на третьем курсе, или на втором курсе, к нам поехали ребята с физического факультета Новосибирского государственного университета. Клуб «Кван». Ну, это где-то примерно 78-79 год. Ну, 77-78, скорее так. Вот так, вот так. В отличие от нас, они шутили, то есть были, скорее, на степ похожи. Но у них была другая структура. Академгородок иначе устроен, чем Болгопрудный, совсем. И, ну, собственно, один из отцов физтеха, Михаил Алексеевич Лаврентьев, устав от ограничений, навязанных в Москве всем, кто хочет что-то сделать, поехал подальше куда-нибудь. Но вблизи индустриального города. Он выбрал Новосибирск. Был построен Академгородок. А в нем был построен университет, который построили пять физтех. И он очень похож на физтех по идеологии. То есть, там, с третьего курса, со второго, народ работает в лаборатории. Ну, а ощущение еще и в коммерческих фильмах. И на окончании его надо было. Университет, там, это специалисты. Настоящие. Боевые. Вот. И вот клуб «Квант» — это старейший в студенческих курс страны. Он будет обучать 50 лет. И у этого клуба «Квант» исторически сложились юмористические традиции. Там же называлось «Кантышник» раз в год. Каждый факультет делал свой «Кантышник». «Квант» начал делать первое. Очень. Ну, очень. Ребята просто больше. Вот через такого парня Боря Горбейчка. Он на пару лет моложе меня учился. Как-то он с ними через ФМШ Новосибирский. В общем, они приехали. У меня был совершенно очаровым. Ну, выступали в концертном зале, который в том момент был. Да. Не только я. Сильные впечатления были. Ну, я помню, какое на меня впечатление производили. Во-первых, там Кондратьева и Челенгирова. Во-вторых, соответственно, все новосибирцы. Кондратьева и Челенгирова — это все стихи. Да. А тогда не было Кондратьева и Челенгирова. Тогда не было. Я в курсе, а ничего. Было что-то, но… Ну, не могу сказать, что уровень шуток там хуже или лучше. Скажем так, шутки университета, они физичные. Они очень много шутят про физику. А в физтех шутил не про физику. Нас позвали, потому что им показалось, как мы поем. Например, Тон Капучин. Так. И Академия Городов меня просто… Я помню, что я буду жить здесь. Любой сценарий. И когда Макросшеф, он так что-то значит, каратей. А считалось, что если ты метровишник, то… Вот я сперва… 25% выпускников через 3-4 года защищалось. Ну, я должен любить литературу теоретическую. Вот. И когда он меня спросил, а куда тебе? Я говорю, я хочу в Калининградов. У меня уже очки ему падали. Вот так. Куда? Из Москвы? Конечно. Какая-то густинка у меня мелькнула. Было видно, что она тоже такие мысли бывает. И я поехал в Калининградов. На 100 химических химических гигарени. В какой-то время там эта тема была. Потом… Чуть раньше развала Советского Союза у меня закончилось. Вот. И что я работаю в Институте автоматики? А потом столкнулся с качеством системы служения. Я работаю в Академику. Пришел, говорит, в БИП, беру инструментов приборов. То есть там, там, выдавали микросхемы, там, и подшипники. Я вот это заказал, ну, как сейчас помню. Операционный учитель 544-Д-2. Скоростной ученики на правилхатиста. Где мой ученики? А мужик, который там сидел, он говорит, ну, человек, у у нас плановое хозяйство. Видишь, такой у нас план? Нет. Ну, это когда за 5 лет до того, говорят, что и когда. Я говорю, ты мне 5 лет ждать, что ли? Ну, это же 5 лет. Вау. Я с матом убежал из института. Ну, это был там пятый случай. Когда вот так. Как? У меня одна жизнь, и что я буду делать эти 2 года? Зарплату получать. Повис на веревках. То есть, это называлось тогда техноспортсмены, техноальпинисты. Ну, на веревках швы к нам платить, стены красить, окна красить. Вот. Это больше не спирология похоже на альпинизм на самом деле. Я не был не спирологи ни альпинистом никогда. А спортсмены были? Нет. Ну, когда-то я выполнил, не выполнил это. То есть, как бы, по количеству боев, типа КМС по боксу. Ну, я был пацан, КМСом в 16 лет стать нельзя. Ну, просто это боксы, это не шахматы. Ну, как-то КМСом себя не считаю. Ну, какой-то разряд там был, вроде, с бумажками тоже. Не, я конкурс-то был здоровый. Ну, это, скорее, папе с мамой. Я повесил на веревках весь этот подклад. Ну, сначала. Здесь мы вчетвером заработали 14 тысяч. Когда «Жигули» стоит 6. За 20. То есть, в Москве мы зарабатывали 300 рублей. Моя зарплата у стажера Замбирского отделения была 120 рублей в месяц. Но в Сибирске мы зарабатывали меньше 250 рублей. Поэтому меня зарплата институтка не интересовала никогда. Я покупал спирт. На этот спирт мне токари оточили то, что мне было надо. На мой взгляд, я занимался исследованием. Планах института не было. Мне было все равно, я не писал ни одной статьи за жизнь. Хотя 70 патентов у меня есть. Я инженер. То есть, я думаю, что инженеры и ученые – это одно и то же с точки зрения квалификации должно быть. Они такие же уравнения решают, такими же стилографиями. Все то же самое. Цели разные. Инженер хочет, чтобы она заработала, как я же сказал. А ученые пытаются понять, как оно устроено. Хотя крупные люди, которых сейчас на мой взгляд нет. Например, который раньше копится. Сказать, что он был ученым и не был инженером – нельзя. Сказать, что он был инженером и не был ученым – нельзя. Он был номерский вариант. И создатель СССР и СССР. И весь мир до сих пор делает так, как сказал копиться. Называется Турбот и тандер. На самом деле, это Турбот и тандер копится. В интернете это просто Турбот и тандеры не забыли. Ну так же, как они забыли, что тонометр бывает только коротково. Теоретическая система элементов бывает от Меделеева. Но как-то не сложилось. Ньютон как бы да, а Меделеев чем-то нет. А по мне Меделеев-то покруче будет. Потому что Ньютона скорректировали. Ну, Альберт Иванович Инштейн, например. А Меделеев-то, извините, никто и никогда. Как это? Переписать периодическую систему элементов? В смысле? По-другому оставить элементов? Нет. Все. Вечняк. По-моему, это круто. Вот. И так. Никогда не хотел быть ученым. Всегда хотел что-то сделать. Для того, чтобы что-то сделать, то что не было, надо что-то понять. Что никто не понимает. Потому что если все понимают то же самое, что и ты, то с какого буду нау, у тебя получится то, что не получается, что оставить. Логично. Вот. И поэтому ушел, условно говоря, в бизнес. Бизнесменов никогда не был. Плохо понимаю, что это такое. То есть бизнес – это все-таки человеческие отношения. Вокруг денег. А меня интересовало предпожелезо. Вот. Очень важительно отношусь к бизнесменам. Это тяжелый труд. Требующий таланта. У меня его нет. Без бизнесменов никакие инженеры ничего не сделают. Впрочем, без инженеров без изменений тоже ничего не сделают. Ну, это опять, что в автомобиле головные колеса или двигатель. Да попробуем без чего-нибудь поездить. Все важно. Ну, вот, собственно, еще. Расскажите, пожалуйста, как, на каком уровне, в каком виде выглядят сейчас ваши отношения как, я так понял, свободного предпринимателя, свободного инженера с технопарком с одной стороны и с Новосибирским государственным университетом с другой стороны. Вот. Как это у вас в среднем дубле? Меня особенно заинтриговал ваш курс в Новосибирском государственном университете о непрошедших проектах в области техники. Это звучит исключительно интригующе. И меня завораживающее подействовало то обстоятельство, что там вы приглашаете на курс из 15 лекций на каждую из лекций нового специаниста, нового лектора. Так, начнем с технопарка. Мы находимся в дружественных отношениях с администрацией технопарка. Мы друг друга поддерживаем, друг другу помогаем. Но по самой задумке технопарк – это инфраструктура. То есть, если у вас есть магазин, в котором вы покупаете колбасу, вам нравится, если нравится, у вас отличное отношение с директором, но как бы и все. То есть, по делу я колбасу-то покупаю, но это все, что нас связывает. Если говорить о конкретной, а идеологически мы, конечно, связаны. Мы все хотим счастья, пойдем в городку. Всяк по-своему это пытается сделать. Всяк по-своему пытается какой-то позитив родить. Дручная организация, короче. Так, это замечательно. О вашем курсе лекции, как он родился? У курса не было никакого. Была идея, была попытка. Было 110, наверное, лекций. Была идея заложена в эти лекции. Что, начиная с какой-то глубины, специалист знает историю своего вопроса. Случаев не знает. То есть, когда человек очень хорошо знает предмет, способен сделать что-то новое, чтобы он не знал, что делали до него, это вряд ли. Ну, естественно. Классическая вариация на тему диссертации. А, нет. Диссертация – это… Научный труд с обзором всех площадь зрения, как в классическом виде. Ну, я вас предупреждал, я ни одной статьи не написал, я не то, что этим горжусь, не считаю это обязательно мне разом. Я про то, что вот глубокий специалист, который рассказывает о своем взгляде на специальность, в качестве иллюстрации привлекает свой опыт и опыт других людей, про которые он прочитал. И самое интересное – это, конечно, неудачи. То есть, понятно, что удачи мало чем учат. То есть, это часто происходит случайно, а человек начинает думать, что тут причем. И что вот так и надо делать всегда, и так всегда будет хорошо. А неудачи заставляют думать, искать причины. Поэтому причины неудачи, наверное, самое обучательное в идеологической сфере – это не обучение, а воспитание. То есть, человеку рассказывают про жизнь, про реальную, как оно на самом деле. И, естественно, должны рассказывать люди разных специальностей о том, что электро, которые способны внятно объяснить про какую-нибудь гидродинамику, про теплообмен, про какую-нибудь электронику, про СЛЧ, бог знает еще про что. Так не бывает. Нет таких специалистов. Ну, естественно. Потому что, в случае, это одно электроника за другое. Ну, вот, скажем, про подшипники, оказывается, можно рассказывать часами. Это безумно интересно. А можно рассказывать, почему в Англии, несмотря на полное пропустительство властей, появились и расцвели паровые машины. А во Франции и в это же самое время очередной Людовьев прилагал все усилия для того, чтобы интенсифицировать научно-технический прогресс, ничего не вышло. Как так могло быть? То есть, видите, у вас тоже такой же синкретизм заложен, да? Синкретизм – это что? Ну, имеется в виду, вы тоже создаете некую среду. Да, не просто голое изучение предмета. Да, вы хотите создать некий такой гуманитарный образ, что ли, да, вашей специальности для студентов. То есть, вот здесь… Можно так сказать, но я бы сказал честнее, в нашем случае, я хочу иметь несколько версий решения кадрового вопроса. Для этого мне нужно вызвать интерес. Ну, вообще говоря, скорее к специальности, чем к конкретной фирме. Потому что многие фирмы в Академгородке дружат, они не конкурируют, они на разных полях. Ну, эти оптики, а эти там… не знаю… Электронные чеки. Ну, кадры и вопрос у всех похожи. Ну, соответственно, чтобы… То есть, к сожалению, в университете очень долго держалась идея о том, что он готовит кадры для науки. Хотя все университеты мира готовят кадры для народного хозяйства. Для науки в том числе. Идея о том, что если человек умеет решать дифференциальные равнения, то, наверное, физика, если не умеет, то, наверное, инженер, она неправильная. Они должны решать их одинаково. И вот, как бы, изменить взгляд. Что такое инженер? Это, оказывается, интересно. Это, оказывается, увлекательно. Великие там… это очень хороший якорь. То есть, вот, тут происходят всякие события, в которых разобраться очень сложно. Как бы, как для себя решить, что хорошо, что плохо? Ну, вот читатель Николаевич Толстого, кому-то помогает. Но история техники – это не брехня. В отличие от мировой истории, которую каждый там политик переписывает под себя. История техники – это некому и незачем было. Там есть версия, что китайцы придумали порох. Это, опять, не так. Это то, о чем я пишу в одной из своих книг. Перевожу, собственно, один из анекдотов. Просто это, пожалуйста, если вы говорите, что китайцы придумали порох, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, откуда они брали селитру, откуда они брали уголь, откуда они брали селитру. Тут вы заблуждаетесь. Я не хвалаю, серебре, серый, древесный уголь. Китайский мандарин Брик попытался улететь на Луну на 32 феверверческих ракетах в прошлой эфре. Но ствольное оружие – слово западное основное. Почему китайцы? И началось это в конце 13 века. Почему китайцы за 13 веков не смогли сделать ствол? Потому что одна из основ китайской культуры, понятно, она открыта основного взялась. Во-первых, старший прав всегда. Во-вторых, тем более прав в начале. Ну иначе такое огромное количество людей на маленькой территории не организовать. Соответственно, кто-то когда-то написал стихиометрию, ну, соотношение компонентов, любое отступление от нее – это огромное. А при этой стихиометрии не взрывается, а только горит. Это зажигательный состав. С теми же веществами, но с другой стихиометрией. А, похоже, Роджер Бекон в 1248 году, если я правильно помню, получил уроки некий китайский трактат, где был описан с зажигательный состав. Но, поскольку сегодня с китайскими переводами не очень, а тогда было совсем не очень, то он просто взял про серую северную древесную, он понял, а соотношение проверил. Ну и, соответственно, есть дата, когда он купил монастыр, купил серую северную древесную, и дата, когда Кири пришлось и монтировать после взрыва. Поэтому откуда взялся порох, как мы его понимаем, то есть метательный состав. Метательный. А китайцы сделали зажигательный. Гревние греки тоже сделали зажигательный. Называется греческий огонь. Кстати, селитры, они похожи на какие-то тяжелые нефти, типа асфальтов каких-то там, не знаю. Так что… Вот это называется «История техники». Там не врут. В смысле, тот же Бру? Да, кстати, Бертольд Шварц на свете никогда не был. Бертольд Шварцова считает это муфической фигурой, да? Не я. Это я прочитал в немецкой книжке, переведенной на русский язык в 1899 году, где было написано, что Бертольд Шварцов встречается в писанной истории один раз. В какой-то средневековой рукописи другими чернилами вписана новая ДЭЗа. Бертольд Шварц был и изобрел порох. Родился, где помер, чьё ничего нет. Вот есть только вот… Потому что немцы были очень хотели быть, где это было. Они все равно вписали. С точки зрения методов цивилизационного анализа это решается достаточно просто. Первое, кто может забрать достаточно количество селитрий. Ключевой элемент, потому что уголек и серос этим как-то попроще. Вот, собственно, если могут идти по диалекте. О чём, кстати, ваш покорный слуга пишет в книгах своих. Я-то всего лишь о том, что история техники не врёт. Вы её уже интерпретируете. Я не против, но… И тоже подвержен этому греху. Интерпретация происходящего. Хорошо быть умным, когда всё уже случилось, всё понятно. А вот попробуй угадать, что будет. История, она вообще для этого, да? Ты изучаешь то, что было, и ты можешь понять, что будет. Конечно, естественно. Да, исходно. Исходно. А не историю ради истории. Так вот, с историей техники это можно. Можно, глядя на то, что происходит сегодня с генерацией электричества, примерно представить всё, что будет. С курсом доллара не так не получится. Курсом доллара – это много кто причастен. К электричеству тоже. Причём к курсу доллара в основной части частные люди бессмысленные. Ну, в том смысле, что они не понимают, что такое доллар. Они его покупают, продают на них. Без всяких философских там, каких-то размышлений. А те, кто занимается электричеством, в основном компетентные. Я говорю не о потребителях, а генератах. Это уже такая полуэтическая сфера. Я бы туда не хотел ходить. Я бы хотел остаться на саркастическом уровне, без фамилий. Ну, удивительный рассказ. Завораживаете так. Харизма сильная. Хорошо. Спасибо. Я по-другому скажу. Генерация лапшир для развешивания на уши. Это моя профессия. Это недавно. Мне кажется, я получаю замплата в заслуживание. То есть производить лапшир в развешку я бы научился. Новосибирский академгородок существует в рамках моих представлений уже более 60 лет. Самый крупный проект, помимо инфраструктуры и технопарка, который дал новосибирский академгородок нашей замечательной стране. Сперва Советскому Союзу, а потом Россию. Начнем с того, что кто будет спорить с тем, что если бы у нас не было нефти и газа, у нас было бы по-другому. Кто спорить не будет? Ну а откуда у нас нефть и газ? А это еще Габрицову, который открыл 70% того, что продается в его появке. Это был геолог, который работал в Западе? Да. Он же проследил самому глубокому СССР. На Кольском полуостре 11 километров. Причем, по-моему, на 7 километрах у него стали ломаться буры. И, понятно, из Москвы откуда еще? Была указивка завязывать. Он сказал, да пошли мы. И сверли так же. До 11 километров он заслаждался. А следующий был получен день много лет. Это что-то там 17 километров не у нас. Но 11 километров поставили мировой рекордой много лет. Но дело не в них, а в том, что он открыл большую часть нефтегазовых месторождений. Количество месторождений золотых, стальных, я не знаю. Оно безумно. То есть, как вы понимаете, если Сибирь из России выиграется, и Россия исчезнет. Так вот в Сибири месторождение открывается в Сибири. Ну, за редким исключением. Я говорю о том, что искать сейчас, а не о том, что было когда-то. Это раз. Есть темы, про которые я не хотел бы говорить. Они связаны с интересной обороноспособностью. Ну, так получилось, что я знаю следы. Вот это там началось, вот это там началось. Ничего до конца, но это и не дело науки. То есть, наука это не те, кто делает ракету любому. Наука это те, кто как бы формирует знания для того, чтобы инженеры, и сделать ракету любому или чуть-чуть еще. Дальше. Институт Синологии генетики – одна из самых сильных российских систем в части изучения генетики. Например, по-моему, феерическая была выведена порода позитивных лисов. То есть, такие лисы, которые не кусались, такие классные. Как это возможно? Я не знаю, первый ли это прецедент за всю историю человечества. Сознательно, за короткое время, появились лисы, которые не кусались. Представляете какой-нибудь уровень компетенции? То есть, лисы стали домашними животными? Да. Потрясающе. Стараюсь потом почитать. Эти лисы не стали домашними животными, потому что лиса, она гадит много. Никто не знает, как ее содержать. Они стали такими, что они могли быть домашними животными. Да. С точностью уборки. То есть, то ли вольер, то ли комната и так далее. Да, да. А характеры… Ну, я помню, вблизи, когда на острове Русский к тебе лиса подходят, и понятно, бешеная она или какая смотрит на тебя. Это все равно напрягает. Дальше. Она из самых ярких, несостоявшихся нобелевских премий в части физико-электарной частицы, связана с именем Герши Ицковича Буткера. Именем которого названы институты ядерной физики и яблок. Это так называемое электронное охлаждение пучков заряженной частицы. Выдающийся результат. И сейчас весь мир делает только так. А нобелеву не отдалит только потому, что он был в Советском Союзе. И больше никаким же причин не видел. Я не знаток сибирской народе. А! Товарищ Лаврентьев построил плантинную кулку с фалматой антисиловой. Его строили много людей. Но что закладывать, где взрывать, как там, что? Это решал один человек. Посмотрите, там, я не знаю. Мы там полкубического километра из земли взлетели. Пролетели полтора километра. Выпали, куда сказали. Это как? Без суперкомпьютеров и прочей глупости. Сейчас такого масштаба проектов нет. Что кто-то построил плантину. По-моему, в два приема. Вот так. И все. Взрывчатки. Вот это вот. Результаты Лаврентьева, все математики, ну, практически все математики, которые знают мир, это ребята из школы Лаврентьева. Моя идея, раз в Москве меня не понимают, значит, давайте, когда подаемся в Сибирь, может быть, меня поймут в Сибири. Мне не нравится в Сибирь. Абсолютно плевать, понимает меня в Москве или нет. В Москве это было скучно. Нудно, скучно, погано, тяжело. Во-первых, в Москве очень трудно регенерировать сообщество. Все их все растаскивали. Ну, то есть, вы попадаете куда-то, где выгружены людьми, которые попали туда случайно. До следующего сообщества вам далеко. В Москве, я думаю, очень много классных людей. Они так редко встречаются в массиве. Короче, 12 водного пролета. Внятного человека в Москве очень мало. Потому что есть невнятные люди. Их много. Это связано с тем, что Москва очень большая. Но, кроме того, у нас маскоцентрическая страна. Ну, то есть, если диометр представить все трехмерный, то то, что обладает пониженной плотностью, стремится вверх и к центру. Вот оно тут и всплывает. И его концентрация, она маленькая. А оттуда оно выплывает. Его там становится меньше. Ну, вот это и субстанция. А если говорить об Академ городке, то просто количество мозгов на квадратный метр самое высокое в мире. Все остальные отдохнут. Эксфорды, кофембриджи. Все. Вот это несерьезно. Потому что везде там работают кореша. В любом крупном университете мира есть приятели или знакомые, даже друзья. И они-то рассказывают как там и как здесь. Поэтому. Безусловно. Тем более, с наступлением интернета информационный обмен стал резко более свободным. И это сразу улучшилось. Люди в основном, простите, порноху смотрят по интернете. Трафика, естественно, кажется Сергееву. Поэтому сказать, что это как-то изменило. Да. Очень ухудшило качество образования. Это правда. Ухудшило вообще противо. А что у лучшего что ли? Давайте посоревнуемся. А зовем первокурсника и посмотрим, что он знает. Возвращаемся к теме Московского физико-технического института. Вы на том же самом курсе, правда немножко на другом факультете, чем учился Андрей Гейн. И насколько мне известно, ровно вашим однокурсником был Володя Долгов, Владимир Анатольевич. Пару слов об одном, пару слов об другом, если вы чувствуете себя как бы компетентным. Ничего не могу сказать, кроме того, что я знаю о его результатах. Личное знакомство вам получилось, не получилось в студенчестве? Я не помню. Скорее всего, нет. Все-таки у него ФОПФ, у вас ФОКИ, хоть курс один. Ну, СОПФ, корешей дофига и наоборот. Гуманитария, как можно? Близки очень приедут. Действительно, у вас мама большой ученый по гуманитарию. В какой области? Русский язык, русский литерат. Ну вот, да. А вы технарии, диалог технарии можно организовать? На какой основе? Это важно или это неважный вопрос? Всегда, на мой взгляд, начинается с цели, которую вы преследуете. Вы должны. Вы не темные, не должны. Да, да. Ну просто, если мы хотим... Давайте я так очень упрощу. Да. Если исходить с того, что мы хотим счастья, то есть, хотим быть нужными, счастье у каждого свое. Представляете, человеку, которому не нужен и счастлив, это как бы обязательно, вроде бы компонент. Итак, если мы хотим быть нужными, то мы должны что-то такое сделать, что нужны только нам. От этой декларации надо перейти к каким-то целям. Конкретным, а потом к средствам достижения этих целей. Знаете, как при описании оружия? Есть средства доставки, есть средства проживания. И есть цель. Ну так и здесь. Какую цель мы преследуем, пытаясь поженить или привести взаимодействие гуманитариев и технологий? Давайте эту цель определим. Ну, например, создание оптимальной системы образования средней, то ли с участием интернета, то ли без участия интернета. Начнем с целей образования, простите. Давайте. Если бы можно было, если бы так можно было, я бы сказал, что к гуманитариям относят, например, химиков, врачей. На мой взгляд, это неправильно, а технологий. Ну, к химикам к гуманитариям вряд ли кто-то относится. К биологам. Это скорее биология и стесновки. Да. По мне, они технологии, потому что они пользуются модельными представлениями. Если вы хотите, на мой взгляд, для образования, нужно решать две задачи. Одна задача – это воспитание и гуманитарий. Вторая задача – это образование и гуманитарий. Т.е. 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 гуманитариям сложно. Почему? Они аксиоматизируют какие-то тезисы, начиная с христианской доктрины. Вот это хорошо, вот это плохо. И не хотят понять, что это просто версия коллективного договора. Это не хорошо, не плохо, как некая божественная, не знаю, какая сущность. Это люди так договорились, потому что в каких-нибудь первобытных племенях люди друг друга ели, там тоже было свое хорошо и плохо. Но как-то мы их совсем не поймем. Значит, эти ценности, они не ценности, а аксиоматика. А человек понимает, что аксиоматика условна. Т.е. в любой приличной Нобелевской лекции сказано, что наука – это точка зрения. А вовсе никакая не истина. Ни разу. Истина – это туда. А это правда. А правда, как известно много. Калининградская, Московская, Комсомольская. Чем не нравится русский язык? Что ребенок с молодых ногтей видит, что опять могут сосуществовать, совершенно разные точки зрения. Это все разные правды. А для человека слов такого нет. Ну, есть рус, т.е. истина. Ну, и right, т.е. правота. А правда, как таковая, поискай. Я не знаю. Ну, у них истина – это то, что решил суд, например. А мы же понимаем, что суд из людей. Суд ошибается. Какая же это истина? В чем не апостол у нас? Я автор одной занятной научной работы – «Логический формализм и реконструкция истории человечества». Вот, собственно, Александр Владимирович ее прочел, с ней ознакомился. Время от времени меня критикуют. Время от времени у нас возникают плавные дискуссии на этой почве. И напоследок, скажите, пожалуйста, с кем из московских научных коллективов вы работаете? Например, с той же самым институтом энергии Курчатова? Курчатов для них точно нет. У меня есть конкретная тематика, которая называется «Этера». Она предписана мне сотрудникам в чат. У нас масса дружеских контактов. Но есть кореша в очень разных сферах. Сказать, что я с коллективом – ну, как-то это… У каждого из нас есть друзья. Я вас буду как подписывать? После тех, в 81-й буду выпускать. Андрей Андреевич, тогда вам большое спасибо. Только не надо учить ученых, Как симпортировать вагон колбас копченых. Один звонок в Нью-Йорк, в знакомый институт. Там много наших что-нибудь пришлют. И в бизнесе верен, я знаю, закон сохранения масс. Чем больше мозгов за рубеж утекает, тем больше оттуда колбас. Мы начинали со всяких вискос, Возили сахар, пока все вокруг не слиплось. Потом научный факт открыл наш институт, Что только куры денег не клюют. Есть наши куры во всех столовых, А значит, польза есть от нас яйцеголовых. У куриц два крыла и две больших ноги, Но все ж милей куриные мозги. И тысячи, тысячи ученых, Забыв про науки свои. А другие теперь изучают законы, Проходят иные статьи. Подразобравшись с куриным мясом, Нас посетили джентльмены в адидасах. Но аппетиты есть не только у крутых, В науке лысых больше, чем у них. И силовые не спят структуры, А как проснуться тут же сразу просят куры. Но очень может быть им скоро надоест, Их станут делать, а не только есть. Реформа завертелась машина, Ей лишь не хватало толчка. А сияет сибирской науки вершина Куриные окорочка. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ